Атипичность Для того, чтобы пройти данное игровое событие, необходимо будет играть на всех классах техники. Ну, разве что можно будет выбирать, будете проходить, зарабатывая значки ЛТ-СТ на ЛТшках или все-таки на СТшечках. Ну, а во всем остальном придется немножечко поиграть на тяжелых танках и на ПТ-САУ. Что необходимо делать? Необходимо играть, необходимо, соответственно, побеждать и я больше чем уверен, что огромное количество игроков сразу ломанутся в бои для того, чтобы быстренько сливаться, потому что здесь у нас просто за сам факт участия в бою, то есть за поражение, вы получаете один значок. А вот если вы побеждаете на танках, допустим, там пятого и седьмого уровня, то получаете сразу три значка, а за победу на восьмерках, девятках и десятках, как вы знаете, получаете пять значков. Так вот, я хочу обратиться к тем ребятам, которые собираются вот так вот быстренько заходить в бои, быстренько сливаться и бежать в следующий бой. Ребят, лучше постарайтесь выиграть, потому что получите себе, допустим, играя на восьмерках, сразу пять значков и не подставите команду, нежели те же самые пять боев сливать, гробить свою статистику, если вы за ней следите хоть как-то, ну и вообще портить настроение другим игрокам. Стоит также отметить, что вот здесь вот вверху указано время почему-то семь дней. Почему семь дней, непонятно, я даже специально пересмотрел условия проведения данной игровой движухи и обратил внимание свое, что все-таки да, по 24 сентября. Если говорить о том, что это время розыгрыша в рулетке, то опять-таки семь дней, сегодня третье, значит до десятого, а тут у нас 12 сентября розыгрыш. Короче говоря, не совсем понимаю, что обозначают вот эти семь дней, но давайте на них просто не будем обращать никакого внимания. Я думаю, что это не существенно абсолютно. В отношении главных наград и того, что можно здесь получить. Что могу вам сказать от себя лично? Награды в принципе неплохие. Почему? Потому что, допустим, для того, чтобы забрать Шкоду Т-56, да, пускай не самая уникальная тачка на восьмом уровне и далеко не самый лучший нагибатор, хотя периодически на нем играть получается довольно неплохо, необходимо будет сделать, грубо говоря, по 35 побед на каждом классе техники. И при этом все остальное вы вполне спокойно доберете своими поражениями, которые в любом случае у вас все равно будут. Таким образом, добраться за отведенное время до Шкоды Т-56 вообще не проблема. И что самое интересное, что для многих игроков, которые могут посвящать большее количество времени игре, забрать можно не только эту Шкоду, но еще и забрать себе контейнеры. И здесь этих контейнеров, ребят, несколько, то бишь получается, не один конт можно забрать, а из него можно забрать себе, начиная от пятерки и заканчивая восьмеркой. Стоит также отметить, что компенсация как за танки в этом контейнере, так и за Шкоду за саму вы будете получать серебром. Не сильно, конечно, интересно, не сильно приятно. И в моем случае, понятное дело, с учетом того, что Шкода Т-56 у меня есть, да, нет легендарного внешнего вида, но я не сильно за ним гоняюсь. Соответственно, гораздо интереснее пооткрывать контейнеры, скрестить пальцы крестиком, для того, чтобы, возможно, забрать себе там какого-нибудь не имеющегося у меня ледяного, или Panzer 8.8, или того же самого никудышнего AC-DC. Ну, в общем, ту машину, которой в коллекции у меня на данный момент нет. В отношении того, чтобы тратить свои заработанные вот эти значки на рулетку, могу сказать следующее. Рулетка невыгодная абсолютно. Ее имеет смысл покрутить, только если вдруг вы за отведенные 10 дней, ну, а если быть точным, то 11, сможете себе набрать достаточное количество вот этих вот значков, достаточное для того, чтобы забрать награду, которая вас интересует. Танк, либо контейнер, либо и то, и другое. В отношении стоимости рулетки, вроде бы, в принципе, не сильно-то и дорого. И да, действительно, можно немножко поиграть. Допустим, тот же самый первый уровень, это две победы на восьмерке, девятке или десятке, еще две победы, еще два победы. Короче говоря, вот здесь вот приблизительно где-то на 10-15 побед наберется это для того, чтобы прокрутить хотя бы там 5-6 раз данную рулетку. Суммарно 18 прокрутов. Да, дальше дороговато, но в целом вполне возможно для прохождения. Единственное что, обратите внимание, что здесь опять-таки указаны разные типы техники. То есть то, что здесь у нас стоит прокрут за тяжелые танки, то есть за значки, которые на тяжах можно получать, то это не значит, что вся рулетка посвящена именно этому классу техники. Здесь придется играть на разных классах техники, как на тяжелых танках, так на ЛТшках и СТшках и, соответственно, на самих ПТхах, которые здесь выведены как отдельный класс. Хотя, почему не разделили ЛТ и СТ, я не совсем понимаю. Наверное, все-таки пытаются грести под одну гребенку. В отношении шансов того, что можно здесь получить, то в целом все как обычно, как в обычных рулетках. Контейнер с премиумным танком уровня номер 2 по типу мистиков говорит о том, что, вот шанс его выпадения говорит о том, что заберете его только, скорее всего, где-то в конце. Малому количеству игроков повезет забрать этот контейнер, ну прям с лету. В чем разница между контейнером номер 1 и контейнером номер 2? В контейнере номер 2, который является главной наградой рулетки, вы 100% забираете себе танк. Ну а в отношении контейнера номер 1, то здесь у нас есть вероятность получить контейнер с танками с вероятностью в 20%. Ну а все остальное, всякого рода шелуха, типа бустеров, талисманов на премиумный танк номер 2, ну по их собери. Короче говоря, веселуха будет, но не для всех, потому что достать из этого контейнера шанс, конечно, высок. Контейнер 2 уровня, но все-таки не идеален. Соответственно, не факт того, что вот это вот забрав 2 раза, вы себе все-таки получите контейнер, а из него получите какой-то танк, а из этого контейнера выпадет именно тот танк, которого у вас нет. Ну, короче говоря, все как обычно в рулетках. Также есть контейнеры с кастомухой на разные типы техники, это все легендарные внешние виды для любого типа техники в нашей игре. И в принципе, как я уже сказал, крутить эту рулетку стоит тогда, когда вы уже уж точно насобирали себе нужное количество, хотя бы на Шкоду, если у вас ее нет, либо на контейнер. В отношении приобретения контейнеров по данному событию завезены новые контейнеры, в этих контейнерах с вероятностью там определенной можно забрать себе значки определенного типа техники. Но, блин, ребят, давайте будем говорить откровенно. Вот вы забираете себе, допустим, даже там чисто теоретически, да, за 100 голды вы забираете себе по 5 значков каждого типа. Итого получается 1 победа, 2 победа, 3 победа. 3 победы разработчики оценивают в 100 голды. Ну, я бы, допустим, из игры вообще не вылазил, если бы мне за каждый победный бой давали по, там, грубо говоря, 33,3 золотых монеты. Поэтому данные контейнеры, я считаю, абсолютно необоснованно дорогими. Ну, они реально столько не могут стоить. Это если прям совсем не хватает прям одной победы, и у вас остается 15 секунд до окончания игрового события, тогда да, окей, хорошо, покупайте себе данные контейнеры для того, чтобы просто успеть забрать то, зачем вы гонялись в течение всего игрового события. Кроме того, обратил внимание, что писали мне ребята в комментариях по поводу того, что, а где это все хранится, да. То есть, где хранятся эти значки, все очень просто, в разделе разное. Заходите в своем хранилище, и, как видите, вот мои 30 значков, которые я получил из рулетки на супер коня, которую крутил до того, как стартовало само событие. Скажу откровенно, если бы я знал, что 30 значков это всего лишь 6 побед, то, ребят, я бы не страдал этой глупостью, не тратил бы голду в этой рулетке для того, чтобы достать именно эти значки, не слил бы кучу золота, а лучше бы сделал этих 6 побед вместе с вами на прямых трансляциях, на которые всех и приглашаю. На каких танках лучше всего фармить данные победы? С этими всеми вопросами мы разберемся в отдельных видео. В ближайшее время я планирую выпустить несколько видосов, в которых приведу свой топ-10 танков разного типа, на которых лучше всего, как мне кажется, получать победы, и, в частности, на каких танках у игроков получаются эти победы, собирать best of the best. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, подписаться на мой канал, поставить лайкос, обязательно прожать на колокольчик, ну и, конечно же, от чистого сердца мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.